друзья еще раз всем вечер добрый час пролетел незаметно прошу всех у нас там 279 человек было вернуться по возможности и мы продолжим ответить на те вопросы которые я еще не успел вот появляются люди которые пишут бога нет да ну хорошо вот ты вот высказался продолжим если я вот хочу тебя узнать расскажи мне откуда появилась материя скажи почему в нашей наблюдаемой вселенной есть вещи которые не подвластны что такое темная материя почему при суммировании скорости света нарушается один из законов ньютона термодинамики как объяснить аннигиляцию возникновение и исчезновение материи вообще чего откуда все но в мире же все есть по причина следствие из причины и следствие ну вот я вот удивляюсь бога нет ты хотя бы пытался для себя этот вопрос по-настоящему проработать что что такое ляпаешь господи помимо я вот болезненно это реагирует потому что это такое дерзновение еще конечно я так не очень аккуратно высказался что младенец уснул под мой голос а это вроде как пошутил а потом подумал что не хорошо пошутил прошу извинить меня если я обидел кого этими словами хорошо отец николай подскажите почему псалтирь можно читать сидя ведь это же молитва ну потому что даже в храмах кофизма до переводится сидение ну так церковь дозволяет потому что там очень долгие молитвы гимны они позволяются их из разрешается сидеть сидя слушать на очень боюсь за своих усопших сродников что они в аду молюсь считаю псалтирь на страх не так быть вы слишком много об этом думаете вы не надо не надо сосредотачиваться на плохом наоборот полагайтесь на милость божью что милостивый господь в своих руках их держит вы за них молитесь может быть именно ваша молитва вымолит их и спасет их души правда ли что болезни даются за грехи конечно правда об этом евангелии не рассказано господь исцеляет человека и говорит иди больше не греши явно есть не всегда но достаточно часто что болезнь является как неким последствием греховности человека да дружим с хорошими людьми но они не верят в иисуса хотя дети них крещеные и подруга недавно покрестил ваша как нам быть как себя вести ну я бы так сказал что дружба она конечно хороша когда люди верующие единомышленники но вы просто эту тему тогда не касайтесь все завтра будет освещение хребнет вечером уже сегодня хлеба благословяйте здоровье тяжелобольным младенца романа господи помоги младенца романа исцелилась господь на тайне вечеря скотворить это воспоминание моей если в писании прямого указания что мы причащаемся телу и крови что это не символы спаси бог конечно есть об этом павел апостол в первом послании коринфянам говорит братья всякий раз когда вы собираетесь что переломить хлеб и дальше цитата хлеб который вкушаем не при общении ли телу христа чашу которую пьем не при общении ли крови христа и дальше он подтверждает самым жестким аргументом от того что вы недостойно причащайтесь многие среди вас болеют то есть он четко показывает что в этот это не просто хлеб и вино это реальное приобщение плоти и крови господа и потому у вас болеют некоторые что недостойно дерзают приходить причащаться у апостола павла в первом послании коринфянам эта мысль совершенно очевидно есть отец николай мой вопрос о детях был тогда получается когда я вас два раза просил у матроны помолиться о даровании детей надо было вас не просить об этом но вот не так вы понимаете меня но я рискнул и зря рискну я лишь хотел вам сказать что если вы настойчиво просите а вам не дается то вам возможно стоит со смирением прийти и начать молиться не о детях а просто молиться о смирении о покаянии о спасении своей души понимаете то получается что для вас бог и все что связано с богом святым стал только вы идете только получить свое свою цель как бы свое взять а я хочу вам сказать что бога нужно любить не или матрону не только чтобы что-то получить данном случае рождением чада а вы должны молиться богу чтобы он господь просто был с вами чтобы вы были с ним вот надо уловить это очень важное условие духовной жизни что мы нуждаемся боге не только потому что что-то от него хотим взять я думаю что вам нужно молиться в первую очередь вот приходя там матроне о себе своей душе спасение своей души а господь виде ваше смирение ваша ну вашу любовь к нему быстрее услышит вот что я хотел сказать почему перестали выкладывать проект проповеди после службы панамарь заболел он снимает добрый вечер помогите пожалуйста здравия моего сыночка и сегодня была операция когда мусульмане говорят я не верю в вашего христа как таким отвечать чтобы не обидеть человек не хочется человек оскорблять в ответ ну не верит не надо что-то заставляет что ничего не надо отвечать отец николай мы сможем лен я понял о чем речь там будет там в африке живете и там понятно дело очень много мусульман не надо никому что доказывать я уверен вот или ты про своего мужа он помните ну ладно не надо ничего никому доказывать свою веру в бога неси и самое главное а то у нас это бывает так что мы пытаемся всем объяснить и только хуже от этого бывает мы сможем недавно купили квартиру узнали от соседей что там было произошло самоубийство или убийство хотели бы осветить квартиру какое пожертвование нужно ввести в храм да какой хотите это обычно не в храм а тому священнику который вам освещает квартиру ему отблагодарить как правильно просить мужа одиночество поедать изнутри почему-то иногда мне вопрос некоторые заставляют в ступор впадать как правильно просить можно как будто от бог он так вот как бы он он сидит и после набежается что это неправильно подошла не то сказала не не в то время в храм зашла мы бога должны полюбить вот я хочу чтобы вы поняли друзья как правильно просить это некорректный вопрос мы должны бога полюбить мы должны к богу приблизиться научиться с ним с господом просыпаться засыпаете к нему всегда обращаться а он видя вот это наше к нему обращение что мы с ним что мы к нему он будет слышать без всяких вот правильных фраз он будет сам благословлять а мы так зачастую бывает живем вне бога и даже ходя в храм учет только от него ждем как бы сам по себе бог нам как бы и не нужен а только то чтобы как вы знаете как можно так как с какого угла на какой козе подъехать чтобы вот он все-таки меня услышал и дал и все потом все я даже однажды одного человека слушать эти слова вот как богу помолиться чтобы он не вот там дал вот так вот там вот перечислил что ему нужно и все я отстану и больше ничего не попросить вот самые страшные слова и я отстану и больше ничего не буду попросить это будто именно так звучит как развести чтоб мне дали а все и дальше он мне не нужен я буду жить со своими радостями понимаете вот вот я очень сейчас немножко на эмоциональных это неправильно мне кажется правильно сказать как мне батюшка приблизиться к богу научиться с богом жить чтобы он был рядом всегда со мной что он помогал мне в моем одиночестве чтобы он потом видя это одиночество и послал мне сам послал бы не я бы выпрашивал а он бы мне сам послал как любящий отец вот вот на это надо акценты в духовной жизни главный ставить друзья мои а не смотреть на бога как на доброго волшебника которому нужно правильное заклинание прочесть тогда он все сделает батюшка приснился по помощи попросил отпустить его не сильно плакал сказал что никогда его не отпущу потом он снился больно лежачий это просто сон или просьба молитвы о нем молитесь о нем все но разгадывать больше ничего не надо вот именно в этом мудрости что приснился идите помолитесь а знаки разгадывать интерпретация уже лишние сыном режим больницы сахарный диабет это известие как гром среди ясного неба мы любого чтобы он помог исцелиться на медицину лишь нет молитесь конечно не унывайте не унывайте конечно тяжелейшие известия укрепи господи вас но не унывайте вот сыночек жив сыночек есть у вас цените вот и не зацикливайтесь на том что вот у него сахарный диабет не пытайтесь теперь все к этому сводить в эту точку сингулярность вот эту вот эту точку все давить все эмоции всю беду вашу не сталкивайте приняли господи сцели господи помоги и все спокойно вот спокойно я думаю что самое правильное было бы здравствуйте если прошу мужа встретил мужчину такого как просила у нас взаимность но он женат как быть значит не от бога муж мужчина точнее если он женат как быть вы не имеете права с этим мужчиной не встречаться не общаться не вступать ни в какие отношения все тут даже вопросы нужно стоять подскажите пожалуйста акафи за гена умершего причине его сколько можно поминать имен да сколько угодно сколько хотите помолитесь его создание примере ильи и марины да господи помоги помоги вам лежа перед сном в кровати можно читать молитву да можно видела что порой люди подходят на исповедь и батюшка сразу молитву читает получается они не перечитать свои грехи как правильно делать я с листочком хожу да вы правильно делаете ходить листочку батюшка добрый вечер сохраните пожалуйста эфир мы только вышли со службы а так хочется посмотреть эфир полностью хорошо небо церковлено но слушать вас так интересно не пропускаю нахожу ответы для себя может прозрею май мария прозревать наша задача здесь это не то чтобы там всех под одну гребенку затащить в храмы наверное она в том чтобы вас была возможность сравнивать даже с тем что говорят о вере христианах о православии и о том что вы слышите из первого источника от священников представители церкви это это разные вещи всегда ну и дай бог чтобы господь ведь господь стучится в сердце каждого человека через у кого-то через скорби это происходит у кого-то через радость у кого-то вот можно через встречу даже в интернете с батюшкой ну дай бог на это я тоже рассчитываю полезно усопшие сродники не ходили в церковь я подаю за них на просками это грех спасибо нет почему-то не грех даже правильно как делать а какой работой можно помогать церкви какая деятельность самая благая в каждом храме вы можете это сами спросить может быть кому-то там надо на на клумбах помочь или после службы храм прибрать самая лучшая работа которая делается от чистого сердца мне 17 я посетилась в успенский пост но в понедельник съела скоромного уже не пощусь грех мои родители все родственники говорят зачем ты постишься и так часто ходишь церковь вера ты молодец ну знаешь оступилась упала вставай и иди снова если мы споткнулись упали не надо лежать в этой луже куда угодили надо отряхнуться идти дальше поэтому все что касается где мы согрешили нарушили мы пост или еще что-то нехорошее сделали надо исправляться господь ждет от нас исправление в первую очередь поэтому дерзайте божьей помощи тебе постарайся не впадать в конфликт с родными они конечно по-своему а тебе волнуются им кажется что вот там слишком ударился в церковь все это мы прошли и я тоже это прошел я помню когда мой папа то же самое мне говорят что-то там слишком нормальная реакция для них вы найдя бога старайтесь это как главное сокровище вашей жизни иметь в своем сердце и не потерять это сокровище ну вы про причастие самое главное условие осознавать свое недостоинство вот парадокс да чем более человек смирением чем более человек с крайним сердцем идет причащаться тем более он будет принят богом вы божий человек молились о ребенке о зачатии во время пасхального освещения священник вернулся к нам и спросил где дети после недвусмысленных пожатий плечами приказал чтоб через не 9 месяцев спасибо за эфир и узнаем много интересного спасибо виктория благодарю вас за видео прямой эфир и стал больше понимать спасибо в корзине лежала дитя эйфория через десять месяцев я заберемен как так ну вот виде господь когда мы вот с чистым сердцем приходим господь сам знает когда нам послать друзья вот мы иногда слишком много надеемся на себя и слишком мало доверяем богу муж завтра хочет причаститься но работать сегодня допоздна можно я вместо прочту каноны прочитайте один канал при части довольно может ли усопшие родственники быть ангелы-хранители их чувство рядом нос праведные наши они молятся конечно за нас там у бога если они праведники конечно спасибо за бесценные эфиры спасибо господи скажите просто я вышел икону как можно ее у вас осветить приносите в храм на молебен после молебна мы всегда освещаем чем отличается православных протестантов православных христиане состоят в церкви которую основал ее основатель иисус христос протестанты состоят в конфессии в деноминации вообще не как угодно назвать которую не основывал иисус христос хотя они думают что они в него верят что они его любят почитают и так далее я вот тут акцент делаем на причастности той церкви давайте логически рассуждать иисус христос сказал что он основал церковь это в евангелии от матфея мы читаем я создам церковь и врата ада ее не одолеют да она будет во веки веков пребывать христос совершенно ясно сказал об этом если христос основал церковь вопрос значит она эта церковь это собрание верующих в него людей существует с первого века да ну это же логично если он создал значит она должна существовать давайте дальше идти хорошо если она существует где она где мы исторические следы надо найти надо по следам идти и вот оказывается что в мире на сегодняшний день есть только одна церковь которая корнями уходит ко времени иисуса христа православная церковь в одиннадцатом веке из православной церкви из единого пространства откололась западная часть католическая церковь но это лишь в одиннадцатом веке а до этого была только одна православная церковь соборная а уже в католическом вот в этом отколки да так сказать от православия в шестнадцатом веке путем реформации мартина лютера кальвина там свингли да там так далее многих деятелей реформации стали появляться протестантские церкви которые слов протест протестант протест протест к католической церкви протестанты были не до недовольны что ну там были обоснованы недовольство индульгенции инквизиции так далее но это уже не наше дело то есть протестантизм как религиозное явление появляется лишь в 16 веке извините а что 15 веков до этого церкви не было надо четко ставить себе вопрос а что не было церкви до протестантов бог в отпуске был люди не спасались ответ очевиден а если люди спасались так зачем быть протестантом если есть возможность быть в той церкви которая издревле все я ответил смотрим ваш эфир с сыном артемии четыре месяца он слушает и улыбается здорово как ребенка 11 лет воспринимает бога как сказочный персонаж как правильно детям рассказать о религии это конечно опасное явление что он вашего ребенка так сформировалось представление о боге берите его в храм ничего не объяснять просто водить его в храм на службы старайтесь чтобы он чувствовал благодать божию храме и помолитесь за ребенка ваш ребенок чувствовал эту молитву о вас вашу молитву о нем покрестим дочку крестили муж покрыть здравия желаю ком с тюрьмы вышел раньше не верил сейчас даже крест как направить меня ничего направлять просто в храм помогите ему сходить что значит недостойно причастие это когда человек без раскаянного без смиренного сердца без покаяния без благоговения приходит получать голова даже прошла смотря вас как кашпировский да там исцелять резкость пропала спасибо что многие много объясняете простым языком благодарю что смотрите очень рад батюшка почему во всех канонах отсутствует торопись очень интересно так исторически сложилась она только великим постом что-то поется надо меньше просить чаще благодарите у меня тяжело больной ребенок я благодарю все очень что он подарил сыночка я ставлю тоже правильно слава богу помолитесь о ирине рови уже помоги господи ирина вам за некрещенных нельзя свечи ставить спасибо можно нельзя их подавать на церковную молитву там на обедню на раскомедию 40 что можете сказать про магазин небо бокс там хорошие книги впервые слышу но что-то мне не нравится завтра 640 буду в церкви только сегодня узнал за сильный праздник да хорошо кому разрешено стоять в первых нескольких рядах на левой стороне храма нет никаких правил нет кто хочет но я думаю так что каждый сам решает дима стать подскажите отец книгу в которой подробно и просто описано про причастие ну вот ну знаешь я думаю что лучше вот это в эфире я тебе расскажу чуть попозже ты напомни давай в эфире я постараюсь рассказать или может быть давайте так сейчас я гляну сколько там у нас вопросов еще впереди может быть давайте действительно о причастие это очень важная тема не все ефт на себя вообще знают смотрите что то есть по эти причастия да почему мы говорим что это стержень что-то главное иисус христос господь наш за сутки до своей смерти на кресте собрал учеников на тайную вечерю тайной вечере ну вот так можно сказать это ужин с учениками наедине где он взял хлеб и вино совершенно неожиданно для всех сказал такие загадочные слова он взял хлеб сказал примите преломил хлеб раздал этот хлеб то есть плоть моя которую я отдам за грехи мира потом взял чашу свином скал пейте из этой чаши это кровь моя которую я пролью за грехи мира то и за ваши грехи за грехи многих и далее он сказал и это творите в мое воспоминание доколе я приду расшифровывая христос дает последнюю запад такая последняя воля знаете вот когда человек умирает всегда он говорит какую-то последнюю волю свою что он просит о чем-то и вот этой последней заповедью от нашего господа было то чтобы мы ученики последователи иисуса христа принимали вот эту жертву распятую плоти кровь христово вот его христа распявшегося за нас чтобы мы принимали принимали в буквальном смысле вот во время причастия причаститься на соединиться для чего мы это делаем вот смотрите в молитве вот допустим сейчас мысленно представим что у меня появился оппонент допустим сейчас сидит человек говорит подождите а что можно ну дома богу молиться зачем храм ходить причащаться вот я дома читаю очень аж там своими словами молюсь вот смотрите в молитве очень наш мы произносим отче да отец наш оставь нам долги наши вот аналогии с жизнью ты идешь по темному переулку на тебя напали разбойники и вдруг никто заступился за тебя какой-то молодой человек отбил этих бандитов и тебе спас жизнь но ему самому этому молодому человеку там пробили голову таким образом он спасая тебя сам стал жертвой вот проходит несколько дней там может недель вы идете по улице видите вот идет мужчина папа вот этого парня который за вас заступился и вы говорите ой сергей иванович здрасте спасибо вам огромное ваш сын меня ну вот если б не он я точно наверное погиб он меня спас вот мой просто спаситель а сергей иванович на вас смотрит и говорит ну все это конечно хорошо ну ты вот к нему хоть раз в больницу пришел вот ты хотя бы раз к нему сам зашел проведывал нет на что что меня благодаришь если он за тебя пострадал он твой на твой спаситель так вот в молитве очень наш мы говорим очень аж прости мои долги мои грехи но подожди при этом ты же знаешь что за за твои грехи умер его сын умер единородный сын божий за твои грехи получается что мы христиане искуплены кровью своего господа вот если мусульмане режут баранов если вообще во всех религиях грешник приносит жертвоприношения режет барана там проливает какую-то кровь иногда даже в некоторых случаях самого грешника кровь проливается вот в верхом за эти было за целых пять грехов за которые самого грешника казни его кровь проливалась вот то есть была логика вот грех вот конкретное зло вот конкретное наказание долг тире расплата грех тире наказали а мы христиане мы же не режем никаких баранов мы не проливаем никакой крови у нас даже женщины в храм приходя почему да в критических не женские дни женщины в храм не входили издревле ни капли крови в наших храмах не должно быть почему да потому что вот кровь господа нашего жертва который мы спасаемся это то что за нас пролил кровь сам наш господь вот это самое главное вот этой жертвой мы спасаемся от собственных долгов от наших грехов но ты можешь прийти в столовую купить еду но если ты не съел то ты счет приходил голодным и уйдешь также здесь ты можешь прийти в церкви до покреститься стать членом церкви войти в число людей искупленных кровью иисуса одеть на себя крест вот такой вот такой золотой там и так далее но если ты не принимаешь того кто на кресте умер за твои грехи если ты эту жертву не применяешь не актуализируешь то твои грехи не прощаются тебе понимаете то есть мусульманин который режет барана он в этом смысле гораздо более ответственно пытается расплатиться рассчитаться там с аллахом за свои согрешения чем ты христианин за которого была пролита кровь самого господа за которого была принесена вот эта великая жертва и которую ты не принимаешь вот что я хочу сказать причастие это исполнить вот эту волю господа принять эту жертву в оставление греху поэтому перед причастием мы исповедуемся в грехах мы приходим господи я грешен я виноват вот мои грехи вот мои долги но ты за меня на кресте умер я прошу с мой омой меня господи пролитой твою кровью вот и очисти мою душу от всех моих грехов я раскаиваюсь больше я буду стараться не совершать этот грех мы веруем в эту спасительную жертву иисуса христа вот что такое причастие но если таким очень простым языком это та цена нашего спасения я бы даже сказал так что если христианин не причащается то он как бы необоснованно носит на себе крест как морального права не имеет носить на себе крест тот человек который эту жертву не при не принимает и не применяет к спасению своей душе вот я рассказал литургия переводится как лита оргаз то есть общее дело литургия это служба на которой все христиане собираясь вместе совершают вот эту христос же скал и это творите в мое воспоминание мы воспоминая что за нас умер христос на кресте мы совершаем эту жертву всякий раз когда собираемся на литургии мы исполняем его просьбу вспоминать о его жертве здравствуйте батюшка подскажите просто я есть в воронеже батюшка который ведет инстаграм по моему нет у других наших в родах малыш не выжил похоронили но не крещен можно ли в храме сказать свечки можно ставить почему ветхого закон ветхого замета отменили ну потому что ветхий завет закончился литовская православная церковь легитимная привет из литвы по моему да там наш да да почему бог дал закон подбивать камнями ну там господь четко сказал по жестокосердию вашу души если бы этого не было это знаете как уголовное право если человека не сажать в тюрьму вы знаете если не будет уголовных наказаний то безнаказанность приведет к страшному злу вы не потому что нам хочется да чтоб кто-то сидел в тюрьме там страдал а потому что это единственный способ сдерживать зло сейчас многие поклоняются вселенной ваши отношения сумасшедший дом если очень коротко потому что бог есть личность ну представляете если бы вот вы мама да а ваш ребенок мамой бы называл мне не знаю вот вы хотите да чтоб ваш ребенок знал как вас зовут ваше лицо общался с вами а представьте он начнет мамой называть хорошее настроение или теплый воздух подойдет вы мужем стол накрыли он подошел поел и так повернулся и начал там не вам куда-то в сторону мама я сегодня сытый вы его тогда в лечебницу повезете ребенка потому что с ним что-то не так вот так что и с человеком который вместо бога истинного верует в какую-то вселенную в какую-то абстракцию с ним явно что-то не то я знаю про это что сейчас повалено у свекрови книга черный черной магии боюсь подпускать ее к детям вечно что-то исходит причащайте детей в храм водите не бойтесь ничего вы сказали что с фона не стоит читать правила молитвы я сказал что лучше конечно читать буму с книги одесса николай скажите пожалуйста можно ли вечером читать акафис читал на одном из паспорта да почему вы верите в аллах ну вот я тебе объясню я поскольку думаю что то мусульманами я постараюсь объяснить в кого я веру я веру в господа истинного настоящего который проявлял себя на протяжении всей истории человечества о нем мы узнаем уже из ветхого завета и в ветхом завете у бога уже около десяти имен например саваоф элохим эль-шаддай эль-элеон адонаи яхве яхве да то есть в ветхом завете мы встречаем несколько наименований как люди того древнего мира называли бога истинного и я верю что пророк мухаммед будучи торговца насколько я помню в шестом веке прочитав библию ветхий завет в частности позаимствовал оттуда имя элохим элуах и и придумал имя аллах поэтому как ответить на вопрос верю ли я в аллах я верю что в ветхом завете древние израильтяне применяли к богу слово элуах например иисус христос когда умирает на кресте он на арамейском на древнем языке говорит элои элои или массово хвани боже боже мой почему ты меня оставил кто читает евангелие тот знает это место иисус христос к богу обращается именем элои но я подозреваю что спустя 6 столетий предприимчивый человек именем мухаммед решил имя элуах вместить свою систему религиозную под названием ислам и так появился аллах так что вот мой развернутый ответ а так кстати лучше видно да вот я так руку закрыл прям муть ушла дочки полтора года потеряли крестик ну а если уж конкретно ответить и я считаю что ислам это не истинная религия истинная лиги это христианство я верю в господа который любит свое творение и ждет взаимной любви а не покорности потому что ислам переводится покорность я сомневаюсь что бог который творец который создатель который любовь ждет от человека покорности вот я как отец пятерых детей ждут детей ответной любви они покорности покорные могут но он может быть покорным но его сердце может меня не любить а мне такая покорность нужно дочке полтора года потеряли крестик который крестили расстегнулся очень переживаю ничего страшного но в том смысле что есть такой поверье якобы что это крестильный крестик самое главное нет это неправда покупайте другое освещайте и носить почему решили посетить служению богу как бы так ответить на этот вопрос я в 90-е годы вот увидел некий контраст между тем как живут ну обычный ну я в рабочем городе вырос в старом москове видел как обычные мужики в том числе мой папа после работы идут там заходят за бегаловку там пивка выпьет там посидят потом смотришь там кто-то с кем-то не поладил но тут так обычная такая мужская романтика рабочая я видел этот мир со всеми его плюсами конечно минусами и тут я оказался в воскресной школе при храме и увидел как общаются батюшки тоже может быть там за столом на праздник но это другое вообще не то интересно так так высоко культурное ну вот это вот не нечто не земное и вот как-то один раз возвращаясь такого церковного праздника я зашел во двор а там там дядя толя дядя серёжа бил морду и в этот момент как бы на этих контрастах вот там небо там церковь да там святые люди а вот здесь земля вот там дядя толя дядя серёжа бьет за то что он в карту там как-то не так себя проявил во время игры вот и я понял в тот момент что мне хочется быть с ну вот с батюшками я хочу быть церкви я хочу быть с теми людьми которые посвящили посвятили себя богу ну и для меня был всегда пример мой тесть отец алексей зорин который батюшка с большой буквы и я очень хотел быть всегда ближе и в алтарь попал ну и так все-таки пц истинно православная церковь это раскольники забудьте про них вообще как люди спаслись до пришествия христа никак они не спасались они все подошел только потом господь вывел праведных оттуда после того как сам воскрес папа и дядя погибли вот и катастроф как так ну я внешне оракула лично как молитесь на них мне вот у прихожанки вчера пел татьяна не муж погиб в пятницу на мотоцикле вылетел ну я думал кто старомаска лежит все знают эту историю бедняжка он сломал ногу и на обочине лежал сутки так и умер пробил ограждение улетел и там вчера отпевали я конечно те очень тяжело удалось помолитесь за алексея новоприставленного замечательный человек монастыре начали учеркивать имена да ну нехорошо поступили сто процентов неправильно мой сын утверждает что можно в католической церкви молиться бог один как его разуметь но надо у сына спросить что если он такие решения принимает нужно опираться не только на мне кажется опираться еще на мнение старших мнение тех кто в этом профессионал да если будешь строить дом то что же не будешь строить но мне кажется достаточно фундамент там выкопать на 40 сантиметров ты лучше спросил у строителей которые всю жизнь это делают может быть они тебе скажут что твою кажется это очень очень вот если поняли да как бы не надо полагаться на интуицию шо зачка бог один бог один но веры разные вот я могу так сказать у меня один отец один вот он живет в этом доме у меня один отец и какая разница в какую квартиру я через через какой подъезд я зайду у меня отец отец-то один отец-то один и живет он в этом доме на дом номер 30 например но подъездов сколько а квартир сколько это не значит что если он тебя один то ты в любой подъезд зашел и попал к нему и попал другой другой квартиру где другой отец может оказаться ну вы поняли да то есть мы венчались муж армянин я русская венчались в армянской церкви нет нельзя было тут нельзя было почему спине это праздник и богородица умерла она к сыну своему господу живому отошла и мы празднуем еще потому что в этот момент она нас всех усыновила мы все скажем так стали не как как бы детьми понимаете ну так все усопшие воскреснуть нет ну конечно мы в это веру вроде как воскреснуть не христиане что эфир сохраню как защититься от колдунов колдовства в нашем груди их много многие так говорят и молитвы читать причащайтесь поведайтесь и господь вас будет защищать вы что больше не надо придумать детства завтра помолитесь она семинара не писала к сожалению хорошо хорошо в этом в новороссийске вас тепло как все-таки правильно прихожу в церковь или прихожу в храм но географически вы приходите в храм с конкретным адресом названием там храм рождества христового храм сергия радонежского а мы приходим в церковь как в собрании верующих людей в принципе так и так можем добрый человек хочу чтобы вы покрестили моего ребенка как с вами встретиться завтра можете ну я у меня всегда выкладывается расписание служб вы можете зайти мне на страничке посмотреть там на август на сентябре уже расписание тоже готово и посмотрите когда я служу приходите если смысл и читать ветхий завет ну конечно есть что думаете о тренинг им тренингах личностного роста как бы так сказать они имеют в связь основу в себе не в боге а потому на мой взгляд это понимаете ему тут двигаясь к цели дам личностного роста ты можешь и духовно знаете карликом ты можешь эгоизм в точке с точки зрения эгоист и эгоизма расти до быть самоуверенным лидером там все а с точки зрения души ты будешь мельчать дистрофиком становиться превращаться в гордеца самолюбцы и так далее поэтому некоторые люди которые достигают карьерного роста они перестают быть простыми доступными смиренными простыми и скромными вот вопрос ты вырос с точки зрения карьеры например но ты обмельчал с точки зрения души поэтому я плохо отношусь к этим еще не одолевает мысль почему бог создал нас такими слабыми ведь мы постоянно грешим бог нас создал другими он создал по образу подобию своему он как раз замысел бога сильный человек сильно во всех смыслах и духом и телом и так далее а мы такими стали из-за греха грехопадение собственно задача религии вернуться к богу вернуться к своему образу божиим в родах сейчас елена господи помоги давайте все помолимся помоги господи родить здраво чадом и сама быть здравой напишите потом как-то мне бачка учился рассказать поверил бога по сей день мне 28 хочу в израиль детства муж одно не пускает говорит только с батюшкой путевку оплачу как мне быть слушайтесь мужа ваше отношение к оси замечательный великий человек есть нет свои там взгляды но они вполне вполне имеют правило существа привет из америки спасибо вам тоже поклон батюшка хочется вас огняти речь поговорить на что вид из питера спасибо если человек убивает ранее нас это значит так суждено чтобы уже жизнь забрал человек нет это не значит так суждено в этом мире существует и воля бога и воля самого человека и воля сатаны поэтому гадать по чьей воли почему это произошло не имеет смысла никакого пользы это не приносит восемь лет назад умерла мама моего мужа в деревне перед смертью местный батюшка испадил соборов муж доме не может спать просыпать ночью осветить надо дом что поделать я не думаю что здесь духовное что-то скорее всего это даже больше на уровне его психологического фона но дома светите батюшка как быть если директор из строительства тренинги приходите на тренинги про себя молитесь и волосе там не забивать что делать когда родной человек желает самого самого плохого тебе любить его вот ему так тяжело так плохо так он страдает что дошел до такого господи помоги исцеливо я все про вселенную но ведь у людей появляется то о чем они просят сбывается желание ну и что и это давайте вопрос поставим по-другому если бог явил себя в этом мире открыла себе открыл себя богоявление есть такой даже праздник что это бог отец это его возлюбленный сын который за нас умер и дух святой который действует в церкви освещает благословляет все таинства в церкви через него совершать а мы начинаем верить не в него в какую-то вселенную вопрос мы не придаем этим бога а вы заборыши ну так и скажите я продала и господи то ты на кресте умер там ты там страдал там глава мне главное что мои желания исполняются понятно если вы заборыши есть все исполняется ну тогда это отречение от бога истинного заборыши перекуплю сатана перри перехватим а что исполнение желания это критерий истинности до сатана сколько хочешь будет исполнять желание только душу мы продаем здравствуй духовный должен должен интересы своей духовной дочери ставить веревы выше других странного просто не понял деревне на полу подлинули нашла крестик подняла его и спросила хозяйки она испугалась сказал что давно не его увидела но поднялась побоять побоялась поднять так как не знает откуда нам бояться заболела вот вам по вере ваше будет вам сказано вот вы боитесь вы верите и господь вам посылает за вашу вот эту вот вот вы верите по этой вере вам дается поднимите крест перед креститесь сами положить его около иконы потом осветите в храме и все это святыня крест это святыня это дьявол нас заставил бояться крестов это вот верх дьявольской насмешки на человека мы бы мы христиане боимся креста потому что мы богу не доверяем то что мы слабые мы живем не в любви божий на его не любим мы не доверяем мы христиане слабы боимся кошек черных крестиков на игл там да если ты с богом живешь ты если ты с богом живешь ты чего вообще боится можешь ты чтобы так богу не доверяешь кума хочет перекрестить крестница из-за того что я не помогаю материально если нас скроет факт крещения перекрестить я останусь крестный да вы останетесь крестный ваш кума согрешит перед богом тяжелым грехом так и скажите грехом или желание жить более комфортно мечтать хорошую муницию нет это нормальное желание апостол павел всякий человек не возненавидел свое тело но питает и греет это нормальная логика апостол павел этом говорит всякий человек свое тело питает и греет вот вам ответ на вопрос можно читать утренние черные правила шепотом иногда муж раздражается то что на листу мне не нравится когда человек молится навязывая свою молитву тем кто не собирается это делать я считаю что вы не то что шепотом вы про себя молитесь то тогда когда не мешаете что вас даже не видно было вот нельзя навязывать свою веру как нам поступить если обвенчались вот ваш муж должен все-таки войти в православную церковь грегорианская армянская церковь она считается еретической там есть определенные учения которые в разрез идут с библией что христос был только богом не был человеком что все он даже не страдал по-настоящему это было так некая игра монофизит за монофизис одно те одна одна природа якобы в иисусе христе только природа бога было но не человек а мы верим что он был и богом и человеком одновременно поэтому армянская церковь не считается православным да вам нужно чтобы муж пришел в православную церковь перешел и повенчаться если смысл спаливать грех если знаешь что опять будешь совершать этот же грех знаю что по-другому пока не получится все равно кается надо простите за смайл да ничего отец николай спасибо за за крещение нашей доченьки мирославы спасибо господи я рад был это сделать завтра большой праздник у сына практика в школе ну пусть идет что поделать подскажите пожалуйста какую молитву читать о своих детях чтобы были здоровы учили хорошее причащайте в храм водите хотя бы раз в месяц а у меня черная кошка хорошо на юга приедем но уже в следующем году горе у одноклассницы дочь вера четыре года в подвале нашли о боже мой помоги господи у меня сестра уверяет что библию переписывали не раз что иисус был жив у него была семья когда я говорю и фразы из писания она психует раньше была верующим человек вряд ли она была верующим человеком биль библию переписывали конечно но как раньше печатных принтеров не было конечно и переписывали но не надо путать перепись библии с редакции текста это очень хороший кстати всем полезно послушать вопрос библия во первых это сборник да это ветхий завет 46 книг нового завета там 27 книг это сборник разных авторов которые жили в разные тысячелетия порой на разных континентах и друг друга даже не знали но автор то есть бог через этих разных людей там давид был царем и риме был пастухом совершенно разных людей бог действовал бог им свою волю знания себе давал поэтому многие думают что не библия это одна книга на самом деле автор один бог но через разных людей и если бы вы знали как внимательно относились к тексту библии вы бы никогда не сомневались потому что например была школа соферим масса ред брал человек ну книгу например исаи переписывал потом подсчитывались буквы если на одну цифру не совпадало разрывалась и все заново то есть понимаете какое было ответственное отношение к тексту если хотя бы на одну букву по числу меньше или больше текст считался непригодным и когда текстологи ученые начали сверять например вы знаете что если взять если сейчас библия бы исчезла так случилось бы не было бы библии всю библию можно восстановить только по книгам первого второго и третьего века святых то есть вся библия в цитатах в пересказах в каких-то фрагментах сохранится в трудах наших святых первого второго и третьего веков климент александрийский климент римский и ирине илеонский юстин философ все эти люди жили вот первого века так вот если взять библию современную и открыть все цитаты из библии первого века 3 века до нашей эры мы не найдем никакой разницы то есть нет разночтение все тексты одинаковы и в науке археологии да есть такой термин библейский феномен это единственная древняя книга который не претерпела никаких редакций текста если взять гомера или ада есть александрийской редакции эфесской редакции коринфской редакции римской то есть древние книги все подвергались переводам переделкам добавкам каким-то и так далее единственная книга из древнего мира который не подверглась этой редакции это библия это научно доказанных так что пусть ваша сестра нет не рассказывать вам сказки спасибо господи анита одесса николая в молитве на сон грядущий анзата уста есть слова напиши имя арабатываю в книге животней я и библии читала книги жизни там указано число спасибо что такое мало совсем там это в откровении 144 тысяч правильников это те которые несколько не джинами бы они девственники цвета про монахов про преподобных про святых так что не то не путайте подскажите мне как попасть мужской монастырь и что для этого нужно но знаете чтобы попасть в монастырь в качестве монаха нужно пройти искус то есть там узнать правила поселиться в монастыре пройти собеседование с игуменом и там может быть год целого вам придется жить вас не примут монахи вам вам будут присматриваться давать им послушание когда вы проявите так сказать покажите да вот зрелость тогда вы можете станете монахом а как попасть в любом в каждом мастыре свои правила отец какой завтра праздник успение престой богородице мне тоже многие говорят что коран ни разу не переиздавался и не переписывался а библии якобы переписывать и как будет что это не так коран имел очень много редакции это неправда духовник взял регентом не меня а другую женщину знаю знаю как я мечтаю об этом правильно поступил обижен на него сильно вот вам и вся так сказать вот вы себя и узнали вот ваше где смирение где ваше послушание все причастились много осталось тела и крови куда остаться священник все потребляет всегда после службы священник все потребляет очень почему библию вошли только четыре евангелия от апостолов ведь бы и другие писали мария магдалина это ложь не писали мария магдалина понимаете уже в первые века стали появляться апокрифы книги которые писали всякими авантюристами и выдавались но якобы там петр магдалина там около 60 таких книг и церковь предприняла собор куда пошли очень там 318 епископов было и николай чудотворец там фанасий великий оси кардубский очень много святых а старцев отцов великих святых собралась на один собор чтобы окончательно утвердить настоящий канон они помолились и господь явил что в настоящие четыре евангелия все остальное это подложено грех лепить вино не грех если немного халяль на мясо можно с православным да если осветить и окропить и святой водой хотя я бы все равно не стал знаете потому что наши святые некоторые ну и два жертвы не ели поэтому может быть и не стоит вообще плохо ли что мы с мужем не венчаны ну как ну стремитесь к этому да спать пора на религии но и было 600 лет до библии об этом совершенно ясно говорит что люди жили гораздо дольше друзья мои ну что ж у нас вечер уже поздний и тем более через минуту будет заканчиваться второй час эфира в любом случае нам придется совершать я всех вас благодарю за ваше участие за добрые слова за внимание за хорошие вопросы вот и даже в тубной испантере да это правда вот у нас в городе есть батюшка отец олег который лет 20 служит при туб больнице и всегда после службы припотребляет всю чашу и у него он же меткани миссию проходит у него нет ответ на вопрос господь всех бережет друзья мы ну все я тогда завершаю еще раз всем доброй ночи с наступающим ангелы ангелы-хранители с наступающим праздником паси господи всех до новых встреч будем почаще видеться в эфирах паси господи